Дети войны Дети войны Вслед за ними появились немецкие фашисты на мотоциклах. Такой треск, шум, иностранная речь. Мы, дети, в то время даже не знали о велосипедах, а тут мотоциклы. Все жители были напуганы. Немцы сразу же стали расквартировываться по жилым домам. Стали рыть окопы, противотанковые рвы. К работе привлекли и деревенских жителей, подростков и женщин. Там и погиб мой старший брат, 15-летний Шурик, разряжая снаряд. Куски мяса, что остались от него, захоронили односельчане в тайне от родителей. В моем доме был круглый двор. Там немцы ставили своих лошадей. Чуть позже появились финны, вредные и очень жестокие. Немцы боялись русских солдат и местного населения. Даже туалеты устраивали на открытом месте, прямо возле дома. Нас они не стеснялись. Мы были для них как скот. Около школы в березовой роще был привал. Бойцы побросали все лишнее и тронулись дальше. А мы, деревенские ребятишки, пошли посмотреть что там. Мне запомнилось, как я принесла домой большую головку сыра, который на вкус не понравился. Но запомнилось, как память о тех солдатах, которые его бросили. Когда закончилось движение солдат, по этой же дороге, только уже со стороны Ельни, потянулись беженцы. Девушки, женщины с детьми. Мне запомнилось, как у нас останавливалась группа девушек. Как были они молоды, красивы, нарядны, видно городские. На всю жизнь я запомнила девушку, которая мне подарила бусы. Такие же голубые, как и ее глаза. Эти бусы я сберегла, сберегла как память о войне. Во время оккупации были в деревне бойцы Красной Армии. Пятеро ребят тайком от немцев жили в гуме. Плели корзины, затем свои изделия меняли на продукты. Даже в таких условиях они не стали попрошайничать. Так они и жили, пока деревенский староста не узнал и не издал ребят немцам. Их расстреляли прямо за деревней ворогой. Несмотря на прошедшие годы, я не могу без слез писать эти строки. Наши деревни, ее уже давно нет. Расположена была в лесу Рогозы, который соединяется с брянскими лесами. Появились партизаны. Многие становились полицаями. В полицая набирали мужчин из местного населения, принудительно вызывая по нескольку раз деревню Конова, где расположился немецкий штаб. Мой отец тоже не избежал этой участи. Вопрос был один. Почему не идешь в полицая? Тогда отец брал с собой меня и показывал немцам. «Немцы нас отпустили, и отец не пошел в полицая». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова